Петров пост также называют апостольским, поскольку он установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились перед проповедью Евангелия. Исторически этот пост не был связан с апостолами. Его устанавливали для тех, кто не смог соблюсти Великий пост. В зависимости от даты празднования Пасхи, Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней. В этом году он продлится почти месяц. Мы, как с вами тоже последователи Христовы, в какой-то мере даже апостолы, должны готовить себя к тому, чтобы показать своей жизнью, своим отношением к Богу и к Церкви свое такое христианское звание. Цель христианского поста – изменить себя, отказаться от вредных привычек и греховных наклонностей. Как правило, в понятие пост входят ограничения в пище, воздержание от излишеств, а также особая сосредоточенность на духовной жизни. Это необходимое средство для нашей духовной борьбы, которое происходит с нами постоянно, как говорят, 24 часа и каждый день. Поэтому пост является средством нашей духовной безопасности, нашего духовного обновления. Целесный пост в силу разных жизненных обстоятельств в полной мере могут соблюдать не все. В таком случае следует определить свою посильную меру воздержания в еде. По словам протеерея Владимира Кузнецова, самое главное во время поста – любовь к ближним, дела милосердия, помощь нуждающимся, воздержанность от зла и раздражения. Петров пост заканчивается в День памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.